Еще моя бабушка рассказала мне, как приготовить фаршированные кабачки по-монастырски, отличное блюдо, которое можно смело подать на праздничный стол, сырная начинка не оставит никого равнодушным. Если вы ищете рецепт вкусного сезонного блюда, фаршированные кабачки по-монастырски с овощами и плавленым сыром, для вас в их приготовлении нет ничего сложного, достаточно лишь приготовить рисовую начинку с овощами и подготовить кабачки, кабачки можно заменить баклажанами, получится тоже вкусно, если у вас нет мультиварки, воспользуйтесь духовкой или сковородкой, не забудьте добавить побольше любимых специй и трав по вкусу. Список ингредиентов, в конце видео. 1. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке, если готовите в мультиварке. В чашу вылейте растительное масло и отправьте лук и морковь, перемешайте, посолите и поперчите. 2. Закройте мультиварку и выставьте режим жарка, пожарьте овощи 10 минут, добавьте нарезанный кусочками плавленый сыр и перемешайте, добавьте отваренный рис и сливочное масло, перемешайте и отставьте. 3. Зелень измельчите и смешайте со специями, добавьте зелень со специями в зажарку, нарежьте кабачки цилиндром толщиной 4-5 см и вырежьте средину так, чтобы стенки кабачка остались целыми. 4. Половину мякоти кабачков мелко порубите и добавьте к начинке, начините кабачки ложкой и выложите в мультиварку, налейте немного воды, 100 мл, в мультиварку, выставите режим запекания и запекайте овощи в течение 25 минут, приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного! Вкуснее тем, кто подпишется! Как и обещали, расскажем ингредиенты Сливочное масло 30 г, укроп 50 г, плавленый сыр 200 г, кабачки 8 штук, лук 3 штуки, морковь 3-4 штук, рис отваренный 1 стакан, перец по вкусу, лавровый лист по вкусу, острый перец по вкусу, смесь трав по вкусу, Итальянские травы, количество порций 5-6 Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора Буду скучать без вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...